Музыка Специфика зимнего футбола значительно отличается от игры привычной большинству участников СФЛ. Встреча команд Бончи Пятишка Сквот из-за погодных условий больше напоминала гремучую смесь пляшки с фигурным катанием. В непривычных для себя условиях увереннее на ногах стояли телевизионщики. Их форвард Дмитрий Лисовский сумел оформить хит-трик уже в первом тайме. Мы вышли играть, зная, что такая погода, зная, что надо много бить, мало комбинировать. В принципе, такая игра и получилась. Много ударов, много борьбы. В первом тайме Пятишка забила лишь однажды. Нащупать свою игру черно-красным так и не удавалось. Сато не переставал забивать Бонч. Отдыхать команды отправились при счете 6-1. После перерыва игроки Пятишки ощутимо прибавили. У ворот телевизионщиков стали возникать по-настоящему опасные моменты. Количество быстро перешло в качество. И в середине второго тайма соперники учинили настоящую голевую перестрелку. Пропущенные мячи уже не могли испортить настроение игрокам Бонча, решившим свою задачу еще в первой половине матча. Спасибо ребятам, что они приехали, поиграли в такую погоду, потому что, наверное, многие, может, не захотели бы играть в таких условиях. Но спасибо им за это. 11-4. Уверенная победа телевизионщиков позволила им максимально приблизиться к идущему на седьмой строчке университету. Пятишке же предстоит продолжить отчаянную борьбу за выживание. Севолод Наумов, Алена Зеленая, специально для СФЛ.